Как прекратить утечку мозгов из страны и вернуть тех талантливых ученых, которые уже покинули родину? Об этом сегодня Владимир Путин говорил с представителями научного сообщества. Разумеется, главное это финансирование, чтобы исследователи были уверены, в завтрашнем дне не собирали опытные образцы, что называется, на коленке. Екатерина Иванова выяснила, о каких суммах идет речь. Сколько собираешься образцов-то готовить? Это нано-калориметр. Прибор способен наработать с миллиардными долями грамма. Например, распознать микрочастицы взрывчатых веществ. Аппарат, разработка молодых ученых. А ведь 6 лет назад лаборатория на базе инженерного факультета МГУ значилась только в проекте на бумаге. Сегодня это уникальный коллектив. Талантливых физиков под одной крышей собрал Дмитрий Иванов. Профессор работает во Франции. Но как только появилась возможность реализовать себя еще и на родине, поехал не раздумывая. Я всегда рассматривал возвращение в Россию как один из приоритетов моей научной карьеры. Потому что, мне кажется, на заключительном этапе карьеры очень важно передать свой опыт. И особенно передать свой опыт в стране, в которой я родился и вырос. Вернуть домой наших специалистов и привлечь иностранных правительство решило в 2010-м. Ученым пообещали гранты. Вернее, мегагранты на создание собственных лабораторий. Максимальный размер 150 миллионов рублей. Сумма солидная. Зато аспиранты и молодые кандидаты наук ни в чем себе не отказывают. Современное оборудование, поездки на международные конференции, стажировка в ведущих научных центрах планеты. Конечно же, поддерживает молодых людей. Платит нам приличные зарплаты по сравнению с академическими институтами и даже с университетом. Но главное, конечно, что она притягивает активных математиков. И здесь очень активное сейчас общество. Алексей Ананьевский едва не уехал работать во Францию. О чем, кстати, нисколько не жалеет. Лаборатория на базе Петербургского университета позволяет следить за последними тенденциями в мире математики из родного города. Коллегам, как правило, нет и 30. Лекции читают выдающиеся ученые, в том числе и за рубежа. Руководит научной работой Станислав Смирнов, лауреат Филцевской премии. Ее еще называют аналогом Нобелевской в области математики. Есть многие области, где мы упали довольно-таки низко и нужно еще подниматься. Но вот что самое главное я вижу, что есть очень хорошая молодежь на уровне школы и на уровне университетов. Второй год подряд лаборатория набирает студентов. Такого курса нет ни в одном вузе страны. Сплошь призеры и победители Олимпиад по математике. Результаты впечатляют. Но и проблем хватает. Владимир Путин лично встретился с учеными, чтобы выяснить, в каком направлении двигаться дальше. Надо прямо сказать, мы получили от этой работы, как и ожидали, солидную отдачу. Уже работает 160 лабораторий международного класса, которые возглавляют и вы, и ваши коллеги из разных стран мира. 78 иностранных специалистов, в том числе 5 лауреатов Нобелевской премии. За границей их окрестили авантюристами. И в самом деле оставить хорошее место в университете ради гранта решится далеко не каждый. А потому многие доктора наук сегодня живут на две страны. Разумеется, для любого человека, ученый он или артист, или кто бы это ни был, для любого человека нужна перспектива. Хотя бы жизненная перспектива. Он не может все бросить, приехать сюда на полгода, а потом неизвестно, что делать. Профессуре не хватает уверенности в завтрашнем дне, но особенно тяжело найти себе применение молодым специалистам. Все механизмы финансированные сейчас завязаны на людей с хорошей публикационной активностью, с хорошими статьями, которые уже как бы оперегают. А вот эти молодые ребята, которые сейчас только защищаются, ну какой-то механизм, который будет сейчас продержаться несколько там, следующие 5 лет. Свои предложения руководители лаборатории изложили в письме, которое тут же передали президенту. Хотя посыл Владимир Путин уловил сразу. Конечно, грантовое финансирование, оно важно, но оно не решает вот эту проблему стабильности, о которой здесь говорили. Поэтому мы готовы будем продумать и реализовать по вашему предложению такую систему, которая будет именно системой, рассчитанной на достаточно длительную, или как вот говорят, как минимум среднесрочную перспективу, на 5, там 7, 8 лет. Вот так. Программа мегагрантов рассчитана до 2020 года, но президент пообещал подумать над механизмом ее продления. Благодаря помощи государства, лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, появились не только в Москве и Петербурге. Ученые со всего мира теперь работают и в Томске, Новосибирске, Калининграде, Владивостоке, Казани, Краснодаре. Большая наука вернулась сразу в 25 регионов страны. Екатерина Иванова, Татьяна Бугачук, Наталья Ленкова, Антон Ефремов. Пятый канал. Спасибо.